наш покупатель он помимо смартфона пользуется еще микроволновкой может быть есть какой-то один процент кто любит вот эту газету хрустящую и окна и подгузники и автомобилей им это нравится больше да это зашло а вот эти ужасы ритейла никто никого не насилует да но зачем чуть-чуть сложнее стало но в целом как бы мы всегда так живем мы рядом всем привет вы смотрите новый выпуск шоу brand talk совместном спецпроекте ад индекс и рекламного агентства be creative мы общаемся с директорами по маркетингу маркетологами и другими замечательными людьми из мира рекламы я редактор спецпроектов ад индекс ярослав макаров со мной моя сведущая дарья сумина генеральный директор рекламного агентства be creative и сегодня у нас в гостях начальник отдела медиа и пиар компании связной екатерина климова здравствуйте екатерина здравствуйте ярослав здравствуйте дарья первое что хочется спросить это даже наверное не про карьерный путь который был тернистый о чем мы обязательно поговорим дальше о том что вы работаете в компании связной уже последние три года за три года в рынке произошло очень много чего интересного и хочется вот узнать вот это ощущение когда вы только пришли в компанию связной в бренд после там и агентств и сейлзов и так далее и вот это вот насколько у вас были первые впечатления от бренда какие они были как у вас изменилось эти ощущения или может быть не изменились так и осталось принципе хорошее впечатление но сформировалось уже на уровне первого визита общения стоп менеджментом потому что это оказались совершенно такие либерально-демократические нормальные ребята которые в принципе ну другое немножко мнение было ритейле у меня да потому что вот эти ужасы ритейла которые что там большие дядьки ходят там без стука заходят в кабинет и вот этого всего я не ощутила наоборот такая очень дружественная атмосфера и было и есть возможность всегда достучаться до первых лиц компании любому рядовому сотруднику политика открытых дверей да эта политика открытых дверей и в принципе такой демократичный приятный настрой а сейчас ничего не изменилось с точки зрения вот этих всех опций которые я озвучила единственно мы продолжаем оставаться на удаленном доступе после двадцатого года и здесь такой как бы органический процесс если никто никого не насилует да если люди хотят они ходят в офис если им так комфортно если люди а как бы кпд у них выше при нахождении там дома либо в каворкинге да они экономят время там на дороге и все говорят что сейчас это им это нравится больше да многие люди ну понятное дело что тут стал безразмерный рабочий день суббота и воскресенье но мне кажется найти маркетинг он на то и маркетинг что он в принципе не отдыхает потому что там новости мировая экономика какие-то вещи там просто события они никого не ждут и у них нет суббот воскресенье и перерывов на обед поэтому в принципе для нас для сотрудников отдела маркетинга мало что кардинальным образом поменялось просто у нас теперь есть возможность там например в пандемию я завела собаку вот который бы я никогда в жизни не завела есть время с ней гулять да я могу с ней гулять понятно что это исключение ни в коем случае не в ущерб там рабочему времени или например еще более там такой глубокий момент для меня я не ходила в декрет у меня в двадцатом году до родился сын и я по сути там я была в декрете там чисто формально две недели да и дальше в общем удаленка дала мне дополнительные возможности которые бы мне не предоставились будучи вот в офисе вы до этого работали в крупных медийных агентствах очень интересно как вы сделали все таки вот этот шаг со стороны агентства на сторону клиента потому что я знаю огромное количество людей либо люди всю жизнь агентская сторона либо люди всю жизнь клиентская сторона и это не так то просто на самом деле сделать как вам это удалось ну для меня это достаточно логичный шаг вот этой профессиональной эволюции и как раз мне кажется кто как не там аккаунт директор либо аккаунт лид из медиагентства доподлинно знает все боли нужды и запросы клиента как да то есть вам сейчас этот агентский опыт он вам помогает да несмотря на то что он у меня был не такой какой-то прям глубинный я в общем в медиагентстве проработала меньше года и до этого там у меня такой опыт больше 360 даже можно сказать потому что я работала и там на стороне поставщика и на стороне селлера и в целом у меня картинка как бы вот круг замкнулся то есть она такая объемная и в принципе я из этого угла посмотрела на рынок и с этого и вот в итоге дошла до работы на стороне клиента но действительно на стороне клиента работать даже по другому по другому не в том плане что там мы распоряжаемся там рекламным бюджетами и так далее нет а в том что ты как бы у истоков находишься и ты видишь весь вот этот вот путь того как твои задумки или задумки там креативного отдела они трансформируются вот в конкретные какие-то вещи там в продажи в рост знаний узнаваемости бренда и других метрик для людей которые переходили из агентства еще очень часто такое преимущество в работе на бренд то что когда ты работаешь в агентстве у тебя сразу плеяда брендов и мозг иногда просто разрывается потому что у тебя здесь и окна и подгузники и автомобили и ты все это укладываешь в голове который трещит по швам а когда бренд ты все-таки как-то вот сфокусирован у тебя вот есть вот ритейл диджитал мы продаем вот это все я буду думать только об этом мой мозг на самом деле подумать вообще никогда не лишне не для кого и мне кажется как раз когда у тебя несколько сегментов и ты в них разбираешься и плаваешь там как рыба в воде это дает тоже дополнительный кругозор необходимый для работы именно когда ты приходишь на сторону клиента хотя у нас такое количество партнеров и такое количество различных как бы ветвей бизнеса что в принципе там сосредоточиться на чем-то одном это такое себе занятие это достаточно сложная задача да это такая многозадачность вот опишите свой классический рабочий день и в принципе обязанности которые лежат перед вами потому что даже если спросить двух директоров по маркетингу даже у них будет абсолютно разный ползадач когда это еще работа и с медиа и с пиар тут наверное вообще ну задача у меня простая как потратить как можно меньше рекламных затрат для получения как можно большего результата такого как знания ну то есть я могу там например просто сейчас вспомнить что у меня в кпи квартальных стоит это обеспечение всего цикла размещения рекламных компаний это пиар активности естественно это все поставлено по смарту с какими-то конкретными цифрами и затратами на это ну и конечно обеспечение работы команды а как сейчас устроена структура внутри компании то есть у вас есть пиар и медиа отдел это отдельная история есть маркетинг как вы внутри взаимодействуете ну конечно да медиа и пиар естественно как мы учили в институте это неотъемлемая часть интегрированных маркетинговых коммуникаций поэтому мы конечно подчиняемся вице-президенту по маркетингу и вице-президент по маркетингу уже подчиняется сел компании ваше дело занимается размещением в основном да креатива да креатив нам сдает маркетинг мы его оттуда забираем и размещаемся через наше медийное агентство пиар агентства у нас нет у нас пиар такой инхаус полностью соответственно мы общаемся с федеральными СМИ там с бизнес СМИ с лайфстайл СМИ и как правило делаем это там с минимальными затратами ну потому что платный пиар это как бы любой дурак может делать да вот попробуйте это уже не пиар и реклама да это уже реклама ну как бы заказные статьи это любой там напишет это вообще не проблема а ты попробуй вот без бюджета держи там уровень цитируемости охват и и чтобы это еще было все в нейтральном в нейтральной интонации чтобы не было негатива и прочего а креатив инхаус как вам кажется это хорошее решение то есть ну вы понимаете что я имею ввиду потому что все равно наверное одна и та же команда не может все время выдавать какие-то супер вещи а команда в любом случае все время трансформируется и приходят какие-то новые люди дают новые новую струю да какую-то свежую да новую креативную мысль плюс у нас было креативное агентство которое вот мы прекратили ну оно прекратило существование свое и мы в общем завели креатив в инхаус ну я не могу сказать что и та конфигурация или эта конфигурация она там лучше или хуже потому что мы регулярно берем какие-то отраслевые премии за наши там креативные идеи и пиар активации в прошлом году мы заняли на эйфе третье место с активацией с солистом из Little Big которого мы трудоустраивали по трудовой книжке ну там был челлендж там и так далее вот такая долгая история тоже на отдельную на отдельную дискуссию вот поэтому в целом и так и так хорошо то есть прям чтобы плохо было вот я честно говоря не могу сказать плюс наши партнеры к которым мы наверное сейчас тоже перейдем вендоры там производители техники они нам тоже задают определенные рамки да креативные внутри которых мы работаем даже не рамки а просто какие-то бенчи скорее креативная рамка наша вот а бенчмарки вот тоже там определенные есть от партнеров мы должны их соблюдать но на самом деле креатив это все-таки не моя епархия поэтому я наверное может быть как-то не очень грамотно все это описываю но в целом вот ситуация такая сегодня в первую очередь связной это что это офлайн магазин у которого есть помимо этого какие-то продажи в диджитал или это там уже в первую очередь диджитал а потом офлайн магазин или это какой-то вот гибрид насколько в целом диджитал важен для связного может быть там известно какой-то вот какой процент продаж приходит на онлайн ритейл это не какая-то закрытая информация процент продаж он распределяется примерно 70 на 30 потому что у нас очень большая филиальная сеть это две с половиной тысячи магазинов по России и конечно диджитал для нас это приоритет как и для любого нормального здравомыслящего бренда который сейчас вообще существует на рынке ну как бы как мы рассказываем про себя связной это технологический ритейлер а какого-то там акцента определенного там диджитал либо офлайн сложно там сейчас про это говорить потому что мы стараемся сделать клиентский путь наших собственно говоря посетителей максимально бесшованным что человек может прийти в офлайн магазин проконсультироваться с продавцом как знаете в старые времена говорили подержать этот посмотреть как телефон смотрится в руке сколько там он весит насколько удобно им пользоваться и прийти домой и заказать его через интернет магазин с бесплатной доставкой либо же наоборот человек полностью клиентский путь свой начинает и завершает в онлайн либо же там ты идешь на работу или куда-то там в каворкинг или в кафе связной обычно рядом всегда и ты заходишь связной и думаешь ну а в принципе какой смысл мне сейчас что-то заказывать куда-то заходить вот это я хочу и я это куплю поэтому здесь конечно говорить что у нас в приоритете достаточно странно потому что вот мы стараемся чтобы вот эта бесшовность она присутствовала вот например когда говоришь там с Тиньковым то они всегда поправляют то что мы в первую очередь эти компании а как бы заодно банк вот здесь там и тот же Сберд стремится в первую очередь стать сейчас айти компанией а заодно как бы делать банк связной тоже стремиться стать айти компанией или вы все-таки в первую очередь ритейлер просто у которого есть дополнительное цифровое развитие ну понимаете стремиться можно на самом деле к чему угодно да и в общем есть к чему ты не стремился есть определенные метрики по которым ты оцениваешь то что про тебя думает покупатель и уровень знания и как бы разрез этого знания связного говорит о том что мы конечно филиальная сеть что мы ритейлер но при этом все знают что у нас есть интернет-магазин который там прекрасно работает который там способен обеспечить там все потребности покупателя вот поэтому сказать что мы стремимся как-то по-особенному там себя называть наверное сложно то что там сбер уходит от представления вот этого еще советского сберкассы наверное это логично да и всячески уходит в разные диджитал там каналы активации интеграции и в принципе вообще позиционирует себя для меня как вот экосистема да вот тинькофф ну тоже странно почему это эти компания для меня это банк с удобной карточкой когда ты переводишь деньги без процентов я думаю там речь про то что мы вот настолько цифровые что мы вот айти компания и у нас даже своих отделений нет ну они действительно очень цифровые но мне кажется айти компания это что-то совсем из другой оперы возможно ну как говорится у брендов есть возможность там всякие тест и лерн решения воплощать поэтому почему нет я очень давно знакома с компанией связной много лет назад участвовала тоже в разработке в съемке рекламных роликов и до этого в принципе раньше всегда все рекламные компании они были сделаны совместно с вендорами то есть это те бренды которые у вас представлены и они все были очень продуктовые в принципе последние коммуникации я смотрела она тоже достаточно продуктовая вопрос почему все таки большие ритейлы не делают какой-то отдельной имиджевой истории и это всегда какой-то совместный продукт вместе с брендами которые у них это может какая-то не знаю тренд категория или что это во-первых все наши рекламные активности да они в основном копрома с нашими партнерами вендорами и мы выполняем определенные там таргеты с точки зрения коммерции вот это первое второе мы всегда делаем ролики так чтобы выполнялась и функция имиджа связного и собственно бренда которые рекламируются и было какое-то обязательно промо какое-то конкретное предложение как опять же в курсе маркетинга говорилось УТП потому что все это измеряется с точки зрения конверсии в продаже даже оффлайн реклама наша по определенным эконометрикам и есть основания полагать что вот это вот УТП конкретный какой-то оффер он необходим абсолютно для того чтобы эти продажи такие сложились на том уровне в котором да у нас есть договоренности и есть KPI по поводу отношений с вендорами в связи с последними несколькими месяцами жизни в новой реальности как-то изменились отношения с вендорами то есть часть компаний по-хорошему объявляли публично что они уходят как это все отражается на связном и на вашем бизнесе ну конечно сейчас присутствует мы наблюдаем некий не некий а действительно дефицит техники электроники но это случилось еще гораздо раньше до всем известных событий потому как в прошлом году такие вещи как углеродный след да который удорожал стоимость логистики дефицит комплектующих в том общую очередь в Китай в которую все встали без каких-то преференций это все уже давало понимание того что будет непросто в этом году и в принципе наверное те какие-то меры те заходы на какие-то альтернативные сегменты там та же там крупная бытовая техника мелкая бытовая техника услуги это все нам дало некий такой буфер какую-то подушку безопасности для того чтобы когда вот случилось прям страшно и кто-то сказал что все мы уходим с российского рынка а не долбануло по нам вот прям сильно поэтому в принципе ну компания существует у компании нет каких-то сокращений компания работает функционирует в том же режиме наверное там да какие-то есть оптимизационные моменты но в целом мы всегда смотрели по сторонам что вот там рынок БУ надо да разрабатывать опять же громкий такой наш выход в феврале случился то что есть какая-то история с сервисами есть связной тревел да и и мы всегда ищем какие-то зоны роста то есть мы всегда находимся вот с этой историей в поиске поэтому вот этот год для нас ну как бы да ну чуть-чуть сложнее стало но в целом как бы мы всегда так живем ну то есть получается что когда говорят что выйти из зоны комфорта вы такие мы всегда вне зоны комфорта я честно говорю даже сказала бы так что это полезно находиться все время в каком-то таком тонусе да я конечно не говорю что прям совсем там в каких-то таких условиях которых просто ну стресс такой что невозможно там продуктивно работать немножко вот с подкрученной такой гаечкой находиться для нас это вообще норма жизни плюс мы если вот говорить про дефицит мы же не заводим ничего мы работаем с дистрибьюторами и какая ситуация у дистрибьюторов такая в общем и зеркальная у нас а раньше ну в основном такое позиционирование связного все-таки было что это ритейл который торгует телекомом преимущественно сейчас заходя на сайт мы видим что там очень много разных товаров для дома бытовая техника в общем много всего все-таки какой у вас фокус дальнейшего развития вы хотите потому что это совершенно разное конкурентное поле у телекома и у компаний которые занимаются бытовой техникой вот куда вы двигаетесь и кто ваши основные конкуренты на данный момент конечно наш основной бизнес это там электроника да и при этом одни и те же партнеры там могут поставлять разные сегменты в том числе как я уже говорила крупную там и мелкую бытовую технику и что в принципе это близко то есть мы понимаем что наш клиент наш покупатель он помимо смартфона пользуется еще микроволновкой но при этом он еще конечно же ест и там используют там бумажные полотенца но просто еда и бумажные полотенца это совсем не наша история да поскольку мы здесь на таком начале на нулевом уровне находимся поэтому почему бы и не продать ему еще микроволновку или там например холодильник учитывая что у нас логистическая сеть достаточно крупная и она многое может как раз недавно мы запустили логистику внешнюю для малого и среднего бизнеса потому что как я уже говорила две с половиной тысяч точек и их доставать оттуда дополнительные бенефиты это нормально ну то есть это не просто магазины это еще и возможность прийти и сделать отправку какого-то товара либо получить получается что если там торговать бытовой техникой то это да вот как правильно Дарья заметила это прям совсем другое конкурентное поле где очень сильные игроки толкует ногтями расталкивающие друг друга мы не стараемся там как-то очень сильно скажем так занимать там этот отнимать хлеб там у того кто уже там с большой долей находится мы это тоже адекватно понимаем что там от есть как-то сильно долю это нужно прям очень какие-то такие веса и так далее поэтому мы работаем и занимаемся тем что мы делаем хорошо и что у нас получается и что у нас наработано то есть это все равно это кор да для нас это все это дополнительно и туда скажем так усилия направляются но такие скажем не максимально посильные скажем так а вот еще интересно узнать вот продажа б.у. техники это достаточно новое направление причем в принципе для рынка в целом да хочется узнать как это было придумано для чего в общем то понятно для роста выручки но все равно да вот какие сами вы ставите цели перед таким проектом может быть есть какие-то предварительные результаты насколько в принципе зашло сразу скажу что да это зашло и это зашло как раз потому что мы не стартовали как планировали в конце прошлого года хотя уже тогда были предпосылки опять же вот дефицит комплектующих и там все остальное там удорожание потенциальное да новых смартфонов и вообще в принципе ценник на там смартфон 100 тысяч рублей он такой как бы уже на грани люди какие-то которые хотели бы например поменять на аналогичное устройство но они вот ну совсем не готовы платить там например 100 тысяч плюс они могут купить в идеальном состоянии б.у. там какой-то смартфон там не знаю прошлого года который в принципе еще достаточно актуален и при этом там сэкономить вот а все события там после февраля этого года они только этот рынок еще больше раскачали и дали возможность нам реализовывать все абсолютно кипяи которые у нас стояли по этому проекту плюс мы вышли первые как я уже говорила с большим флайтом медийной поддержки на тв и на диджитале и построили знания там до 30 процентов всего там за полтора месяца это в принципе очень хорошие показатели какие каналы коммуникации сейчас являются фокусными для связного потому что вы как-то упоминали что и ивенты у вас какие-то есть вот на что сейчас вы будете делать упор акценту в ближайшие пару лет уровень знания связного таков что его нужно поддерживать и конечно основные каналы остаются несмотря на разные там мнения там десятилетней давности что оффлайн каналы скоро погибнут и останется одно сплошное телевидение как в том фильме ну то есть диджитал такого конечно не происходит и вряд ли будет происходить учитывая что пандемия только подрастила еще смотрения телевизионные сейчас еще уровень доверия к властям выше где это все транслируется естественно на федеральных каналах вот и все это в совокупности конечно дает нам такую базу что да оффлайн каналы они есть и в ближайшее время никуда не денутся а ивенты это какие-то просто мероприятия для кого ну это такой скажем более ситуационный маркетинг в принципе он сейчас везде этот ситуационный маркетинг да никто не знает что там будет что день грядущий нам готовит что будет через полгода и даже мне кажется в формате квартала вряд ли кто-то мыслит если такие есть наверное это очень умные люди и у них какая-то телепатия врожденная вот поскольку конъюнктура такова что каждый день все меняется и сейчас конечно раньше был у нас ситуационный пиар ну такой да а сейчас уже в принципе весь маркетинг маркетинг ситуационный но тем не менее каналы по каналам остается все то же самое чуть-чуть упало там у наружки наверное какие-то показатели да подросло чуть-чуть радио телек на нормальном уровне остается там компании которые занимаются продажей и измерители и изыскивают все возможные способы чтобы дополнительно там получать инвентарь рекламный монетизировать как то например дачное осмотрение там в позапрошлом году ввели города 100 тысяч минус ну и в принципе органические осмотрения растет поэтому конечно мы наблюдаем прямую конверсию от размещений на телике на федеральном в рост знания в рост рассмотрения бренда в брендовые запросы в поисковиках это просто вот у нас классика жанра мы смотрим каждый квартал по итогам рекламных компаний как сложилась эта история и конечно же это все потом через определенные воронки мы наблюдаем на продажах то есть вот идет график роста знания и там охваты и сразу же идет конверсия в продаже не только в диджитале но и в оффлайне ну и конечно классические медиа мы достраиваем в диджитале для тех кто не смотрит ТВ или смотрит его редко или у кого нет ТВ или там телевизор сломался как у меня например списки классических медиаканалов мы не назвали прессу а она разве есть еще по-моему все она же да мне кажется по-моему тем не менее она еще бумажные остались только вот эти какие-то отраслевые издания которые там на ресепшн посылаются а мне кажется все уже кто только мог позакрывали печать потому что ну а зачем в последние несколько месяцев с этим может быть есть какой-то один процент кто любит вот эту газету хрустящую там прогладить газеты открыть там и так далее я честно последние там мне кажется пять лет вообще не видела газет только у бабушки на даче там вот это там старые из старых запасов да такие пожелтевшие экземпляры наш завершающий вопрос который мы задаем всем нашим гостям если бы у вас было бы неограниченное количество денег любые возможности вот прям вот все 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 чем бы вы занимались что бы вы сделали полет фантазии неограничен ну вот я недавно ваша мечта да ну не сказать что мечта мечтает она нечто такое не ощутимое скорее там наверное какая-то цель альтернативная которая могла бы появиться я недавно просто столкнулась с историей того что появилось желание съездить на море а как бы куда ехать непонятно и я проанализировала наш туристический бизнес там в россии у нас все-таки три теплых моря а поехать то как бы некогда если что и если более или менее там приличное место то бюджет там сопоставим с каким-то супер классным пятизвездочным отелем где-то там за границей вот наверное я бы взяла деньги и построила бы несколько классных нормальных отелей в том числе для семей с детьми но чтобы там был не вот этот вот ценник полмиллиона рублей да там за десять дней а какие-то нормальные условия но при этом там было там вкусно хорошо чисто и никто мне надо мне кажется там надо просто тогда гораздо больше всего менять чтобы там надо да все вот это случилось ну скорее всего в любом случае кто-то должен да когда-то начать это менять так не может всегда быть там как-то плохо либо нормально кому-то ну вот наверное это ну и плюс еще меня интересует конечно помимо заработка еще какие-то благотворительные истории вот я бы что-то наверное в поддержку либо там не знаю там людей ну короче все кому нужна помощь наверное как-то вот я в этом сегменте тоже бы свое присутствие обозначила благотворительность это вообще чудесно но и в таких отелях я бы тоже с радостью побывал потому что ценник на наши курорты действительно часто сопоставим с отдыхом где-нибудь во Франции и а качество сервиса пока к сожалению не Франция спасибо большое что смотрели шоу Brand Talk я редактор спецпроектов от Индекс Ярослав Макаров со мной моя соведущая Дарья Самина генеральный директор рекламного агентства Be Creative Катя спасибо большое что пришли было очень приятно пообщаться и увидимся взаимно спасибо всем пока пока